Ну что ж, глубоко уважаемые любители планетного спорта, тут был небольшой перерывчик, мы выкарабкивались там из минусов, которые мы отгребли там, вроде как там провели один эксперимент, он оказался не совсем в нашу пользу, вообще погода сегодня странная, ну вроде как сейчас выбрались, набрали, могу закончить на наше длиннючее повествование, вспомнить бы ты или помнишь, на чем я закончил там? Нет. А, Серёга, нет? Я не помню. Вот блин, я уже забыл, представляете, вот почему людей летают все меньше и меньше. Вот, и сказал я про планеристов, ну естественно там первые, кто отняли какое-то количество людей от планеризма были дельта-планеристы, что тоже оказалось относительно просто, доступно и романтично и красиво. Вот, и у этих аппаратов летательная куча достоинств тоже, главная из которых некая мобильность и меньшее количество формальных предпоспотребований. Но, еще, что сейчас отнимает, это, не знаю, квадрокоптер, полеты по камере. То есть сейчас многие люди просто делают себе гоночный какой-нибудь квадрокоптер, приделывают кремную камеру, гоняются там друг с другом, там соревнования устраивают. Это больше всего, кстати, совершенно увлекательно, даёт некое ощущение от полёта. Но, ну вот, даёт же, и человек может подумать, да буду я лучше, вот видите, классная модель, поставлю у него эту систему, буду там летать. И это даже иногда не происходит не для того, что человек не хочет места, это он может быть летать на планере, просто банально ресурсов нет. Ну или, например, просто до ближайшей планерной школы, как до Пекина, неизвестно на оленях. Вот, а тут, например, у меня хороший друг, как друг, ну и друг даже не видели, но он там смотрит мой канал, я смотрю его. И он летает на, летал даже в волне, заметьте, в волне, на планере оборудованной вот этой вот системой визуального контроля. Совершенно фантастические достижения, при этом огромный. Вот, поэтому это тоже оттягивает некое количество людей от планиризма. Сам мир стал динамичным, вот это вот количество времени, которое на всё это нужно. Вот, поэтому, ну, как плакать об этом, да, что тут плакать вообще-то? Это жизнь, это она такая, то есть мир наш меняется, перестраивается. Я уверен, что люди летать будут на планерах всегда. Тем более, что вот этот вот интерес к авиации, который рождается вокруг, он со временем пробуждает, может, интерес к всему самому же планиризму. То есть я, например, летал много-много лет на парапланах, и потом раз, захотел странного, захотел планера. И вот, начал летать на планере, видите, вот, по-моему летаю, и всё замечательно. Вот, поэтому повода для пессимизма нет. Ну, разве что небольшой пессимизм, это вот отношение, допустим, российского государства к планиризму, блин, вот такое вот. Тут, знаете, как бы лучше бы не мешали. То есть вот есть популяризаторы великолепные, которые там, не знаю, вот Серёжа Репчинский, мой друг, который просто делает аэродром, складывает кучу сил, средств и так далее и так подобное. А ему, блин, на его самолёты, которые он планирует, таскает, транспортный налог под пару миллионов приходит. Просто потому, что, блин, в самолёте 360 лошадиных сил, а это, блин, транспортное средство, которое, блин, дороги не портит. Но вот налог, блин, доположь заплати. Вот такие вещи убивают, заставляют просто порой отчаиваться. И удивляюсь, что люди не отчаиваются, делают великое дело, строят аэродромы. Там аэродром вот ближайших в Москве красивый. Это Щёкино сейчас. Под Воронежем есть великолепный проект Антона Пернякова, который поддержан его агрофлогингом и учит детей совершенно бесплатно. Если у вас ребёнок, вы можете привезти его в Устан, и он полетит бесплатно, научится летать. И просто желающих нет. Мало, скажем так, меньше, чем хотелось бы. Но есть вот эти меценаты, люди с горячей душой, с горячей душой, горячим взглядом и так далее. Они этот спорт двигают, не знаю, они заражают своим энтузиазмом. Мой замечательный друг Дима Тимошенко, он там занимает, вот реально монстр-спортсмен. Занимает призовые места на международных соревнованиях, там. Вот на Буквейской планерах он серебряным призёром Европы был. Вместе с моим другом Ильёй Яшовым. Вот этот полёт, их вообще это замечательное соревнование во многом меня вдохновило. Я был тогда только начинающим пилотом, я смотрел на них, они приехали в соревнования, рассказывали. А я смотрел от кайфуроты, у меня там, не знаю, сфины текли. И Дима на следующий день взял и покатал у меня доу-дискус в настоящем белом планере. После дванника это было просто, просто восторг. А доу-дискус, в мой взгляд, один из лучших двухместных планеров. Вот это Шляхер из G32, есть ещё Аркус, как раз производитель Шельфир, который доу-дискус сделал. Но доу-дискус, он управляет как одноместный планер. Если вот это всё-таки чувствуешь, что двухместный планер, у него там свои достоинства, там скорость, ну не знаю, там гоняться наём класс на соревнованиях. У нас там динамика совершенно, даже заднее колесо убирается в этом планере. Смотрите, как всё вылезло, не только основное шасси, но ещё маленькие колёсика задние. Вот. Ну а вот полёт на этом первом, первый полёт на дуо, ну по сути он родил во мне спортсмена. То есть я был тогда просто таким, да мне хоть бы воздухе, вот хоть бы как-нибудь усидеть. А Дима со мной слетал, показал, как вот давай вот так, вот скорость, вот это, тут, это. Это, не знаю, полчаса я с ним провёл в воздухе, но я заболел, заболел совсем. И вот это вот, ну это вселяет надежду, вселяет оптимизм, что пока есть люди с горячими грозами, то вот там плакать, что всё, трындец с планерному спорту. Ну да нет, не трындец, будем жить. Будем жить и продолжать. А в завершение видео, конечно, хотелось сказать огромное спасибо там людям, которых уже нет, но которые столько приложили сил для развития планерного спорта, как во всём мире, так и в России, в Советском Союзе. Ну просто своё дело делали энтузиасты, люди с горячими глазами. Без этого плодинизма бы не было, просто не терпеть ни формального подхода, ни формального отношения, ни там приказа, типа, ну давай там ставь там мировой рекорд. Ну да, может быть, можно. Для мирового рекорда нужно создать условия, самое главное настроение. Вот, мы учитель Александрович Кузнецов, после войны слетавший на Бланике, там на 900 километров из Пахомова, это под Москвой, до берега Чёрного моря, на берегу Чёрного моря приземлился, вот. И он рассказывал, как их готовили к этому полёту, не давали в добро, то есть вот вроде погода бомба, а добро не дают, добро не дают, добро не дают, там, то военность запрещают или ещё кто-нибудь. И начальник аэроклуба на тот момент просто взял и принял решение отправить ребятам. Они, у них глаза горели, они говорят, мы рекорд привезём, он говорит, ну вот сейчас тут. А он говорит, да идите оно ко нём. Взял их, поднял в 10 часов утра и летите соколы, сейчас что-нибудь придумаем. Ну и что бы придумал, и всё стало там потихонечку, как-то где-то там нажал ещё чего-то. В общем, разрешили этот полёт, и куча народа до Харьков долетела. Алина Александрович немножко подвернул и дунул на Чёрное море. И это вот, у него глаза горят, у его соратников глаза горят. У этого руководителя клуба, который, в принципе, что ему там, до пенсии, может, он уже на пенсии, там, посидеть на этом тёплом месте, что, руководишь клубом, руководишь, меньше полётов, как сейчас думают, меньше полётов, всё спокойнее. Но нет, вот, есть это вот, вот, то, что когда-то там заставляла, вот, или Инталя, то есть его в крутих первые планера летить, то заставляет и даже наших современных ребят искать странного, там, ездить, не знаю, за тридцать земель, летать, уговаривать своих друзей, там, привлекать их, открывать им красоту неба, не знаю. Я вот за это благодарен, за то, что, в конце концов, я в своём, там, в 2011 году, в свои, там, 37 лет смог, там, ну, смог заработать денег, там, на парапланиризме, а потом взять и пойти учиться в пламер, в пламеру. То есть для этого всё было, для этого были пламера, для этого были инструктора, для этого были, там, что-то сохранилось и, дай бог, ещё сохранится. Вот, чтобы люди могли дальше лежать. Вот, для этого нужно учить историю, наверное, хотя бы знать историю, каким трудом, каким потом, какой кровью, в конце концов, это всё создавалось. И что по мере сил нужно просто применять какие-то возможности свои, чтобы это всё украсить, улучшить, там. Я вот говорю, преклоняюсь перед Сергеем Бребчинским и Антоном Пермяковым, которые, там, кучу своих денег, там, кучу ресурсов, кучу времени, здоровья, они тратят на то, чтобы вот жило ещё, жило, жило, жило. Не пользуются тем, что досталось, там, от Советского Союза, там, свалилось, так сказать, с неба, и, там, давайте, как-нибудь допилим это дело, как-нибудь, там, да, да, это, доковыряем, там, ничего нового не делаем. А вот находят силы, и это честь и повад. Вот. И здесь, в Европе, кстати, очень многие инструктора, вот есть клубы, например, клуб «Видон», где существует какое-то количество инструкторов, общественников, они привлекают людей, ну, делают более умеренные цены на полёты, там, по сути, часто там человек платит только за ресурс-планеры, и всё, там инструктора летают бесплатно. То есть для меня это, конечно, как для того, чья жизнь учите, «Дай, беру за это деньги», мне это, ну, как, ну, конкуренция, наверное, какая-то, с другой стороны, классно, они имеют такую возможность, есть люди, которые хотят просто летать и передавать этот опыт бесплатно, у них там какая-то другая работа, и они могут дарить эту возможность, там, ну, я по-другому, у меня индивидуальный подход, там, не знаю, получается, я могу летать с курсом танцевый день или пару часов, и подбирать программу какую-то, ну, и кланер, в общем-то, один из самых совершённых книг, поэтому всё по-разному. И все мы потихонечку двигаем это дело вперёд, я, может быть, вот там сейчас пытаюсь какие-то видео позаписывать, может быть, это как кому-то, если это кому-то будет нужно, уже классно, потому что в своё время я написал книжку «Мечта летать», которая издана тиражом 10 тысяч экземпляров, её там огромное количество российских парапланиристов, ну, не только российских, научилась по-не летать, и я до сих пор люди там многие, «О, это вы, Игорь, который книгу написал?» «Ну да, что?» «Да мы уже по-не летать ещё есть, неужели?» «Мы вот можем вас потрогать». И эта же книжка, она висит в интернете, её там сейчас находят, не знаю, я там мечтаю написать новые про пункера, но все никак руки не дойдут. Но хотя бы вот таких видео не снимаю. Уже, видите, мне не сложно, ва-ла-ла-ла, может быть, нескладно получается, будешь просить уже это, но как есть. Ну и опять же, в заключение скажу, что если я какие-то чувства задел людей, у которых взгляды другие, там, не знаю, ну, как бы своё видео. Я, допустим, не очень люблю тот же патриотизм, такой ура-патриотизм, когда типа, да мы там шапками всех закидаем, ядерными ракетами всех завалим, да мы там, не знаю, повторить можем что-нибудь. Мир сейчас становится всё лучше и лучше, мне кажется. Меньше-меньше вот этого сумасшествия, оно остаётся, и понятно, кому это удобно, но ведь представьте, мир, в котором нет границ, в котором люди могут, не знаю, ездить куда хотят без виз, там, друг другу в гости, там, люди же, в конце концов, в большинстве не плохие, в которых нет этой дневидерной розни, вот этих дебильных совершенно средневековых каких-то там идей, там, с женщинами, там, с ограниченными правами, не сочинь, не сочинь, да что-то ужас какой-то. И вот это всё если отбросить, то мир, он может быть намного прекрасней, поэтому, когда там пытаются доказать, да мы там вот там-то, не надо, надо доказывать это, не знаю. Вот немцы доказывают очень просто, у них три завода планерных, делают лучше в мире планера, у них летает больше всего народа. Вот они доказывают, что одни во всех руки. Ну да, крутые, да, там, французы иногда их побеждают в их соревнованиях, но они крутые по-другому, там, там. В общем, небо это повод дружить в отферах, то есть дружить, соревнования любые. Собирают сейчас огромное количество людей. Любой аэродром приезжаешь, незде улыбки, потому что люди, которые хоть немножко болеют небом, у них немножко, наверное, как мозги по-другому уже повернуты, это две места для каких-нибудь дрязг, там, не знаю. Мне вот часто пишут, как ты можешь летать с немцами на доме, может, их дедушка там, да может, этот дедушка что-то и бомбил, потому что дедушка там 90 лет, а он на пламере еще летает. Ну, блин, ну вот, а другой дедушка другое что-то бомбил. Поэтому вот это как раз я вот отметаю всеми силами, то есть если вы придерживаете силы глядов, то просто можете не смотреть, не знаю. Вот это будет, наверное, лучший способ сказать, волков, ты, блин, космополит проклятый, вот, иди ты со своими идеями куда-нибудь в Гейропу, и где я, собственно, и живу. Поэтому это просто вот некая констатация фактов, потому что некоторые могут подумать, что что-то я принижаю чьих достижений, там, заслуги и прочее, ни в коей мере. Но я считаю, что то, что есть сейчас в мире планерного, это то, что сделано сообщать всеми народами планеты, кем-то больше, кем-то меньше. Ну, каждый какую-то частичку сложил, и я думаю, что так должно быть и дальше. То есть должно быть больше, красивее, хороших планеров, замечательных полетов в разных уголках планеты. И то, что вот нам разрешают летать, не знаю, во Франции, то, что мы там в той же Южной Африке совершаем огромные, красивейшие перелеты, там, по тысяче километров. То есть в Африке мы ездим в тысячи сейчас летать. То, что вот это все есть, это просто замечательно, это вселяет надежду, короче. Вот, ну, а на этой оптимистичной ноте, я думаю, что стоит прерваться, тем более взял хороший поток. Мы прилетели в границу с Италией. Сейчас у нас рядышком, вот, горочка называется Менту Виза. О, сейчас я вам кружочек такой почета сделаю. Вот, сейчас Франция. Вот, смотрите, на ваших глубоких мониторах прям по курсу Италия. Равнины на вдылке такой. Ну, она хорошо видна сейчас. Вот, а я планирую, а прямо по курсу в облаках там прячется Менту Виза, гора. И мой этот наш план до Менту Визы сейчас долететь, и потом по переду облаков, которые сейчас по курсу, пройти через озеро 8-9 цветов. Если у меня ролик красивый про путешествие к этому озеру, если не лень, посмотрите. И, как я, обратительно центрирую поток. Это я уже настолько устал трензить, все даже думать не думаю. На солнышке надо было притянуть. Банальная, как это, классика. Вот, набирать уже не надо, у нас кромки. Вот, я вам показал конец нашего маршрута. Ну, до самой дальнего части впереди по пикту. Дорочка, это будет точка поворота, оттуда мы пойдем домой. И это заключительный день в Альпах. То есть, я сегодня разбираю планер. Кстати, нам же нужно домой планер разбирать бы быстрее. Сколько времени? Пять. Пять? Блин. Попим. Друзья, я сегодня разбираю планер, потому что у меня в понедельник по техосмотру, на... Ну, не обязательно техосмотр, а просто такой регламент на две-то тридцать на замечательный фирмен Шайхер, который, на мой взгляд, делает одни из лучших планеров в мире. То есть, прям, такой производитель. Ну, он самый такой древний, консервативный. То есть, мне нравится в нем такая консервативность. То есть, они, если применяют такое решение, то они такая выстраданная там и так далее. Винтомоторная установка вот на этом плане великолепна. Это здесь стоит ванкель, двигатель ванкеля. Он расходует очень мало топлива. Ну, у него цикл такой же, как четырехтактный. Не двухтактный, а по сути, четырехтактный цикл. Поэтому маленький, легенький моторчик жрет. Мы на взлет тратим всего два литра топлива. Вот. И сейчас у нас один из литров на борту мы можем завести двигатель и всегда не вернуться домой, если у нас плохая погода. Топлива сейчас километров 400 полетов. Ну, 300. Ну, тогда дома у нас всего лишь 100 километров. Мы сейчас практически недалеким. Надо километра высоты набрать и мы считаем 100 дома. Вот. Вот она заключительная точка маршрута. Да, Серега? Вы наблюдаете по правому борту воздух, который переваливает через перевал в Италии, попадает на территорию Франции. В Италии погода, как правило, хуже. Я не знаю, как живут итальянцы. Рядом вот с этой точкой в Альпах, как они вообще летают, непонятно. Там все время какой-то кисель ужасный. А какие-то поднимаются маски страшного такого мокрого воздуха. Так, а вот здесь опять же перевал красивый, на котором сейчас купите туристов, едят гости друг к другу. Я вот так хочу, чтобы между странами вот тут нет границы. В Италии, Франция, ну, понятно, долбаневирует сейчас, будто он четыридесят не ладен. Но так, в принципе, вот, прыг, и ты в Италии, прыг, ты в Германии, прыг, как в Швейцарии. И умные люди, они улыбаются друг другу, гостеприимные, всегда помогут. В общем, замерзу по всему мире, придам. И, как это, нет войны, делайте любовь. Да, Серега? Давай, пеклю. Пеклю? Ну, ладно, давайте, один раз пеклю, и все. До новых встреч, друзья. Ани-Вуар. Ю-ху! Ю-ху! Ну, Серега, если нам высоты не хватит, я буду для тебя ругаться. Хорошо, хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok